Здравствуйте, время интервью. На Камчатке строится все больше новых современных рыбоперерабатывающих предприятий, и сейчас мы находимся на одном из них. Этот завод постепенно оборудуют самым современным оборудованием, ведь сделано оно в Исландии. Подробнее об этом, а также о разных аспектах сотрудничества наших двух стран, сегодня мы поговорим с послом этой страны, госпожой Берлинг Айсгерсдоттер. Госпожа посол, мы рады приветствовать вас на Камчатке. Но предлагаю начать нашу беседу не с планов, а с подведения итогов вашего прошлого визита. Расскажите, каких результатов уже удалось добиться? Два года назад я приезжала сюда с представителями трех компаний, и мы посетили несколько заводов здесь, на Камчатке. И я очень довольна результатами того визита, потому что тогда были достигнуты договоренности о разработке десяти судов. Этим займется наше конструкторское бюро «Наутик». У них, кстати, даже есть офис в Санкт-Петербурге для удобства российских клиентов. Причем они занимаются не только проектированием судов, но и поставками оборудования. Вот это лишь один, но очень важный для нас результат того визита. В этот раз у вас достаточно большая делегация. Расскажите о компаниях, которые в ней представлены. Сейчас здесь со мной десять компаний и еще судоходный консорциум из шести компаний. Он называется КНАР. Они занимаются разработкой комплексных решений для рыбодобывающих предприятий. У них также есть представительство в России, в Москве. Также с нами здесь представители фирмы «Скагин», которые занимаются поставками оборудования. Как раз для предприятия, где мы с вами сейчас и находимся. Да-да, вот здесь как раз мы тоже видим оборудование фирмы «Скагин». Оно позади вас. Также здесь есть представители компании «Нойст Марин». Это ведущий мировой производитель очень сложного бортового оборудования, в частности, узлов для электрических лебедок. Представлена здесь и компания «Сайпласт», которая производит емкости из полиэтилена. Они используются в рыбоперерабатывающей промышленности. В делегации есть и компания «Кап». Они мировые лидеры в производстве холодильного оборудования. Кроме того, с нами на Камчатку приехали и представители очень известной фирмы «Марель». Они занимаются производством оборудования для переработки рыбы, птицы и мяса. И в России работают с 1989 года. Еще с нами здесь компания, которая производит передовые роботизированные системы для обработки рыбы. Она называется «Валька». Сейчас у них большой контракт в Мурманске. Там они строят завод. Также есть представители компаний, которые никак не связаны с рыбой. Они готовы предложить свои идеи по развитию туризма и тому подобное. Так что у нас большая и очень мощная делегация. И я с уверенностью могу сказать, что мы можем предложить множество эффективных решений в самых разных областях. Кстати, забыла упомянуть и о компании «Хампидиан». Они производят промысловое оборудование, и они тоже здесь со мной. Офис компании есть в Халининграде. И поставками своей продукции российским морякам они занимаются очень давно. Так что видите, Россия хорошо знакома нашим бизнесменам. Но в большей степени это утверждение касается западной части вашей страны. А теперь пришло время налаживать контакты и с Камчаткой. Одновременно здесь с вами и большая делегация из Южной Кореи. И у этой страны тоже большие планы на сотрудничество с Камчаткой. Считаете ли вы эту страну своими своеобразными конкурентами здесь? Ну, безусловно, они ближе, как, например, к Мурманску, ближе Норвегия. Но мы, исландцы, скажем так, любим подобные соревнования. Это же способствует более активной работе, внедрению инноваций. Мы благодаря этому и сами становимся лучше. Но стоит учитывать, что сейчас Исландия – один из общепризнанных успешных мировых лидеров в рыбной отрасли. Нас прекрасно знают во всем мире, знают, что мы имеем очень достойный опыт еще и в переформатировании управления предприятий для повышения их прибыли. О, в связи с этим следующий вопрос. Безусловно, всем известно, что Исландия – страна рыбаков. Но я встречала много информации в медиа, что это уже в прошлом, потому что объемы добычи снижаются. Может быть, именно это причина того, что исландские бизнесмены начали обращать свое внимание сейчас, на Дальний Восток? Я должна сказать, что нам пришлось сократить объемы. Сейчас мы ловим половину от тех объемов, которые добывали еще 25 лет назад. Это все было сделано после рекомендаций наших ученых. Исследования показали, что нам необходимо снизить объемы добычи, чтобы рыболовство стало, что называется, устойчивым, и рыба не исчезла совсем. Но, с другой стороны, это стало огромным толчком к инновациям. Ну вот сейчас мы ловим меньше, но прибыль от этого не снизилась. Благодаря инновациям, новым разработкам, оборудованию и маркетинговым решениям, мы смогли увеличить объемы переработки и ее глубину. Сейчас у нас дело идет все, до 80% рыбы, а некоторые компании и того больше, перерабатывают до 100% рыбы, кости, внутренности, все. Мы делаем более дорогие продукты из нее. Конечно, мы продолжаем производить хорошо знакомое всем филе. Но сейчас мы используем и внутренности. Они применяются при создании биодобавок, а из кожи делаем сумки и аксессуары. Многое идет и на производство косметики. Потому что в рыбе полезно все. Сейчас же люди стали больше задумываться не только о том, что они едят, но и о том, чем они условно мажут лицо и тому подобное. Так что сейчас прибыль нашей рыбной отрасли в 4 раза выше, чем она была 25 лет назад. И это в условиях того, что, напоминаю, мы в 2 раза сократили объемы вылова. Получается принцип прост. Если не можешь ловить больше, делай больше продуктов. Впрочем, все это заслуга не только инноваций и маркетинга. Это было бы невозможным без наших рыбаков, которые сейчас стали образованнее и, скажем так, мастеровития. Ну и залог успеха еще и тесное сотрудничество с наукой. Все это в комплексе делает рыбную отрасль Исландии такой эффективной и передовой. Я думаю, что это действительно отличный пример для Камчатки, потому что рыбы в мире, как известно, больше не становятся. Но в целом, какие направления сотрудничества с Камчаткой интересны для исландских бизнесменов? В этот раз мы сконцентрировались на рыбной отрасли. Мы посещаем предприятия, проводим презентации наших возможностей, думаем, как мы можем сотрудничать. Все эти компании хотят работать с камчатскими рыбаками, ведь здесь такие колоссальные запасы рыбы. Я очень хочу, чтобы мы смогли эффективно работать здесь с вами. Также мы встречались с губернатором, и он рассказал мне, что люди здесь, на Дальнем Востоке, очень увлечены туризмом. И здесь, на Камчатке, интересен опыт Исландии и в этом вопросе. Например, как мы смогли увеличить число туристов с 450 тысяч в 2010 году до почти 2,5 миллионов в 2017. Я знаю, что многие представители туристической отрасли со всего мира приезжают в Исландию посмотреть, как нам это удалось сделать. Еще одно интересное направление для сотрудничества – это геотермальная энергетика. Вы же тут, можно сказать, на батарейке живете? У вас столько вулканов, и в этом Камчатка и Исландия просто близнецы. Также у вас есть водопады, а с их помощью тоже можно производить электроэнергию. Исландия ведь даже экспортирует свою электроэнергию, которую вырабатывает из возобновляемых источников. Мы обсуждали это с господином Илюхиным, и я сказала, что мы можем работать вместе и в этом направлении. Так что, резюмируя, мы можем эффективно сотрудничать в трех сферах – рыбной отрасли, туризме и геотермальной энергетике. Госпожа посол, ну и я не могу не спросить о санкциях. В 2014 году ваша страна присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза. Но сейчас вы здесь, на Камчатке, скажем так, целый исландский бизнес-десант здесь. Мы видим здесь исландское оборудование. Да и не только здесь. Многие российские компании выбирают его. Как это все возможно в условиях антироссийских санкций? Россия же в ответ наложила на Европу санкции, из-за которых, например, Исландия не может поставлять в вашу страну рыбу. Для нас Россия – важнейший рынок сбыта. Из-за этого мы потеряли 92% прибыли всего внешнеторгового оборота с Россией. Да, это печально. Но что касается оборудования, мы можем его поставлять. Я всегда говорю, давайте будем думать не о том, что мы не можем делать, а сфокусируемся на новых возможностях. Для нас не было секретом, что Россия имеет амбициозные планы по обновлению и рыбодобывающего флота, и рыбоперерабатывающих мощностей. Так что для нас запрет на ввоз рыбы стал стимулом предлагать что-то сложнее и нужнее. Как мы знаем, Исландия – одна из главных северных арктических стран мира. Понятно, что вы находитесь в западном секторе Арктики, но я знаю, что исландские судоходные компании, да и в целом ваша страна, заинтересованы в северном морском пути. Расскажите, чем обусловлен этот интерес? Сразу расставлю точки над «и». Исландия сейчас председательствует в Мировом Арктическом Совете, куда входят все северные страны. Мы сменили Россию на этом посту, так что в вопросах освоения и сохранения Арктики мы давние партнеры. И когда Севмор Путь снова начал оживать, мы с интересом следили и следим за этим. У нас много опыта и идей относительно его развития. Например, мы знаем, как в таких условиях оборудовать бухты и тому подобное. И вообще Арктику невозможно развивать, осваивать и сохранять поодиночке. Не будем забывать, что 4 миллиона людей населяют эти территории. Мы в Исландии понимаем это как никто другой. Поэтому в нашей программе арктической мы, например, сфокусированы не только на устойчивом развитии арктических территорий, но и на создании достойных условий жизни. Например, повышение зарплат людей, которые живут и работают на севере. Так что Арктика не должна пугать. Она должна быть для нас всех домом, который мы любим и сохраняем. Спасибо за это интервью. А я напоминаю, что вы смотрели интервью о сотрудничестве Исландии и России. Мы поговорили с послом этой страны, Берглинг Айсгейрсдоттер. До свидания. Продолжение следует...